Возвращаемся мы в нашу ламповую студию. Не на Мустанге мы приехали, как игроки Мибор. Ну, холодно было бы на Мустанге, наверное, по Киеву сейчас в студию ехать. С открытым верхом. С открытым верхом, так тем более, да. Но мы просто продолжаем наблюдать. Три карты сегодняшнего дня у нас позади, семь еще впереди. Битва G2 против OG. Пока на битву не особо похожа. Но опять-таки первая карта это была карта G2. Поэтому может быть, может быть. Но сейчас у нас за атаку начинают ребятки из OG. И станет все понятно очень быстро. Ну, вообще у OG три игрока есть в команде, как минимум. Которые в своих командах очень-очень хорошо все время исторически играли. Нюк Олег Сиби, Вальде и НБК. То есть понимание карты очень хорошее. И вот я говорю, мне очень интересно понять, как расставлены игроки, в принципе, по карте, в каких ролях. То есть НБК был там опорником рампы, например, в свое время. Кто там на ротейзере играет, кто будет в эту трубу падать, кто с этими штатганами будет играть. Мне реально этот матч, эта карта, по крайней мере, мне интересно. Не матч. Ну, прям сейчас ты можешь это и увидеть. Ну, я не прям сейчас могу это увидеть. Я увижу это через 15 раундов. Но пока что тоже неплохо. Видим два набора у OG, что предполагает, в принципе, аркаду А. И да, понеслась. 1.35 на G2 коэффициент ЛУПР. Это явные фавориты. И первая встреча. Есть первый минус. Вальда погибает. Иса тут же вдогонку с ним отправляется в могилу. Но есть и первый фраг от OG. Посмотрим, что он им даст в итоге. Есть второй манту и НБК. Неплохо. Уже 3 килла. Как он же извиняется? Или вылезти и убить чела? Ну, видишь, он долго крался. Его не слышали. Возможно, это оказалось неожиданно. Они даже бомбы не поставили. Это гениально вообще. Почему не поставилась бомба, непонятно. То есть НБК дал инфуш, что два свентиля. Окей. И дальше почему-то решили идти в сторону будки. Ну, вообще, в принципе, все прекрасно понимают в нынешней экономике, насколько важно ставить бомбу. И это, как знаешь, должна быть сейчас, как все. Не знаешь, что делать, ставь бомбу. Это всегда так было. Не прям так важно это было. Не прям так важно, да. То есть сейчас это критическая реальная история. Потому что ставя бомбу, ты будешь иметь лучше бай, чем контр и выиграв писти. Да, в итоге пару диглов, эко и в следующем раунде мы уже увидим бай от OG. Тут сейчас будет... Джекс, кстати, вчера настолько жестко играл на нюке и на рампе, и... Чехасский рейнджер. Да, красиво. И вниз, когда уходил, то есть, ну, там за весь нюк у человека была одна и то не критическая ошибка. Все остальные раунды, которые он отыграл, там были тяжелые моменты такие, очень часто тяжелые ситуации для него. Он отыграл просто как батюшка реально, царь, бог, вообще жесть. Меня вчера именно его игра очень впечатлила на этой карте. Он, кстати, часто вообще выдает интересные мувы. Нет, Джекс вообще, в принципе, да, очень круто. Он вроде как такой не совсем-то звездный игрок, да, которого мы постоянно видим, который там постоянно на слуху, или который постоянно много набирает, набивает. Мне очень нравится, как он играет. Он довольно двигается, понимает какое-то решение, хорошо стреляет. Да, он такой работяга, судя по всему, и делает свою задачу просто. Джекс, ты не молодой игрок. Я после ганраунда уже расскажу немножко историю о нем. Вкратце. Пока мы видим, как напрягают дверь у нас OG, очень много дэмэджа вложим, не попал, хэшку, жалко. И под одну флешку выбежали на А, не чекают Хантера на будке. Два килла, даже три, наверное, еще один красный, да. Очень часто разобрали. И Джекс уже тут. Джекс уже тут с шутганом. Да, так вот о Джексе. Это тот парень, который очень долго играл на французской сцене, в принципе, играл в каком-то другом эфире. И он играл за слабой командой, и он не хотел идти даже в LDLC, условно, какие-то. То есть не в какие-то команды, он не хотел идти. То есть он ждал приглашения? Он ждал конкретно приглашения от G2, ну или Vitality, то есть от топ-2 команды Франции. В другую команду он идти не хотел и категорически как бы отказывался. Там, конечно, у него с друзьями с кем-то там был тоже, из-за этого какой-то фактор был. Нет, он играл просто в говнокомандах, условно, потому что ждал своего шанса, как бы тяжело работал, и он его получил. Иногда это имеет смысл. Виталич Зеву такой же был, по сути. Зеву из-за учебы не хотел никуда идти. Ну и Зеву, и Робс, там история абсолютно одинаковая, на самом деле. То есть типа закончу учебу, а потом будем решать? Да, но это уже больше давление от родителей. Ну да, для молодых игроков это как бы тоже очень важно. Ну пока вообще без аутов смотрится матч. То есть если, мне кажется, что если OG продолжит бегать, вот таким вот образом на карте, то этот матч очень быстро для них закончится. Потому что G2 очень хорошо понимают, как бы как всю эту раннюю агрессию пресекать на карте. Ну пока что мы увидели. Раша в пистиках, выход под флешку контакта, а после в первом бае. Сейчас посмотрим, наверное, какой-нибудь классический проход в длине сейчас будет под смоки. Что еще они могут показать нам? Ну и в принципе мы увидим весь набор поедей раундов от OG. Да. Ну ты знаешь, OG, я, то есть сказал, что если будут бегать, будет плохо. Но с другой стороны еще хуже, если они сядут на лоб, тогда вообще ничего не получится. Поэтому лучше, лучше пускай все-таки бегают, пускай ищут размены или какие-то киллы. Ну там баговый смочочек. Ванвэй смок, да. Под флешечку хорошо забирают. Реально. Вот сплитна. Красиво происходит. Размен в пользу OG. И по идее этот раз должен брать OG без шанса. Сплитна получился. Отличненько. Идти по девяточке. Он сейчас все грязь и наделает. Его вообще не ждут. Свои фраги он точно даст. Вот тебе и манту. Да, сейчас задача Джекса убить хотя бы одного. Дальше, если он сейчас его поймает, то... Но он, походу, не поймает его. Мифические тайминги реально происходят. Интересно. Такое, чисто, слез с девятки, сейчас залезет обратно в девять, чтобы все равно в ухо получить. Да. Хороший план был. Да, как-то он даже не подозревал, что он может быть там. Нет, но он думал, что он по лесу девять, как бы. Но я имею в виду, он мог бы все равно проверить, потому что там не Вернякова все знают, как происходит. И он даже решил не проверять. Смешно, сегодня ситуация, кстати, была по поводу самоиронии. В твиттере героек написали все эти скины. Что там вы хотели бы изменить в кс в плане скинов? И твиттер G2 отписал, что типа, чтобы бомбу было легче найти. Это хоть и неплохо. Это был вообще матч-поинт. А, или матч-поинт, да. Но я до сих пор не понимаю, что произошло. Какой-то там коллективный брейн-лаг. Да, там же Ассалот написал. Что он ищет новых игроков, которые смогут дефузить. Он им даст лучшие киты. Это был троллинг уже этого владельца комплексити, да? G2G. Я имею в виду, что он этим, там же был твит от владельца комплексити, что я ищу новых игроков, которым я готов дать любые лучшие условия. И на следующий день Ассалот пишет, что я готов найти новых игроков, которым дам любые лучшие киты, а вы не научились дефузить бомбы. Да, очень ключевой фраг только что дал у нас Алекси Би. При этом G2 заденяли как бы плент в определенный момент. И теперь появился шанс. Ну, ненадолго он появился. Шанс закончился. Два раунда креата от OG. Два раунда креата от OG. Все же жирно уже, по-моему, получается. Да нет, все нормально. Все нормально еще? Два раунда это нормально? Да. Ну, три, я думаю, это же. Да, вон уже действительно эко. Три достаточно будет за атаку? Чтобы проиграть, да. Не так. Чтобы проиграть. Слушай, 1.44 G2. Ну, это уже... До матча было больше, по-моему. Меньше было, да? Было плюс-минус так же. Так же, да-да-да. Ну, в общем, дают надежду сейчас OG. Маленькую. Посмотрим, надолго ли этой надежды хватит. Но этот раунд они еще, конечно, возьмут. Хотя... Не факт. Факт. Да нет, ты что. Все может быть. Холодик у нас происходит. От команды OG узнают, что будет эко пистолет с арморами. Пытаются максимально вместе аккуратно заиграть. Ну, сплит, наверное, мне понравился, кстати, от OG. Не самое частое, на самом деле, событие. Ну, окей. Я вам так скажу. Вообще, судя по темпу, который выбрали OG, вот сейчас вот видно, что они, по-моему, очень плотно тренировали аркаду ап. Да. Потом с разными моментами, да? И с заходом с пристроечку. Да, и с мейн, и с дверей. Просто. И контакт. Вот это разнообразие, это прикольно. Потому что ты вроде как думаешь, что тебя должна просто так крашить, а тут бац, как бы с пристроечки еще зашел и убивает. Да, но на самом деле OG2 сетап, он был одинаковый во всех этих раундах. Нексов всегда сидел над будкой, Хантер всегда сидел на будке. И все было одинаково. И, по сути, предсказуемые позиции у OG2 были для OG2. У OG2 играли, ну, в принципе, много наигранных мяков. То есть, OG могли нормально подготовиться к этому матчу. Они уже довольно-таки долго играют вместе. Сколько, полгода они где-то играют? Вашний раунд. Вот этим составом ты имеешь в виду? Да. Нет, этим составом они… Этим полгода, даже меньше. Даже меньше. Они же после мажора только, ну, это все провернули. Разве после мажора? После мажора. Мажор закончился в начале сентября, там где-то в конце сентября. В конце сентября для Крейзи закончился мажор. Нет, мажор закончился 9 сентября вообще. Ой, да, ну в августе. Ну, короче, да, в конце сентября, ну, то есть, два месяца всего составит G2. Не так уж много. Ну, два с половиной, ладно. И с этим временем контролят улицу и не хотят, что-то OG проходить вообще, в принципе, улицу. Очень пассивно, пока они с ней работают. Полетела раскидка. Должен закончиться. Полетела раскидка. Плохой очень бай сейчас в OG2 и это хорошо для OG, конечно же. Прилетает молик, чтобы замедлить G2. G2 вредом. Конечно, через мачу вы половину. Опа, это-то все слышно должно было быть, но внизу никого нету нам. Да, некому. Далеко стоит Хантер. Времени все меньше и меньше остается. Если сейчас будет так долго проходить, то на самом деле потом будет проблема с постановкой бомбы. У них есть смок. Нет, смока, да. Без смока, по-моему, да. Слюркер, ну иди ты, поживи. Вот второй фраг был лишним. Второй фраг был лишним. Вот тут замануха. Очень молодо. Тут все хорошо на самом деле. Да, вот на то, что мы сказали, что мало времени. Дефенс еще перетянулся очень быстро и реально остается 1-2 ситуация. 8 секунд. Да, тут можно даже резать, пытаться. Все равно атака не возьмет раунд. Ну, опять G2, то есть, во-первых, них прочитали. Ой, как опасно. Быстро перетянулись очень красавчики G2 в этом плане. Даже несмотря на то, что у OG был люркер, который, в принципе, неплохо отыграл, дал килл, там, да, разменялся на апе и как-то выманил немножко внимание на себя. Зато теперь мы знаем, кто люркер у OG. Вот там очень много люркеров. NB King. Нет, но NB King. Это уже третий люркер. До этого был Иса на трейне, а до этого все время Вальде на мираже. На этой карте. На этой карте, да. Они соревнуются, кто будет лучше люркером, станет оверхом. Они просто все хотели быть люркером, понял? Каждый по карте против. Каждый по карте. Можно в пятером реально играть? Тот, кто круче всего, станет мастер люркером. Вот мастер. Ему вручат грамоту. Как мастер сплинтер. Тот, кто круче всего, тот еще на шестой карте получает лучше люркеру. То есть они соревнуются за две. И сам выбирает карту, на которой он хочет. Было бы круто. Слушай, это была бы самая непредсказуемая команда. В жесткости каждой карту менялись люркеры, понял? Да, так я же говорю, пять карт, на пяти картах пять разных люркеров. Нет, они меняются еще между собой, каждую игру. В каждом раунде. В каждом раунде. Вот раньше ты просто знал, что хэппи остался, ты вообще все понимаешь. А потом, когда хэппи начал уходить первый, ты думаешь, что с тобой стало? Видишь, это тоже сбивать с толку людей надо. Ладно, раунд под номером девять у нас. Еще один шанс для ОУДЖИ. Хорошую позицию занимает Аманек. Важный экономический, на самом деле, сейчас раунд очень. Ну ничего толком нету G2, правильно? Там полторы формилки. Ну там осталось все то же самое, что и в прошлом раунде. И гранат очень мало, ничего нету один в один. Джекса вычислили. Вальда уже дал минус. Теперь у нас Вальда, да, люркер? У Джекса был шотган, то есть это было на рампе, я так понимаю? Да. Занял Вальда рампу, я вижу отсюда по X-Ray. Да, и теперь атака на улице не спешит и даже оттягивается назад в аквариум. Нет смысла теперь рисковать, проходить улицу. НБК минус Кенни и вот наш второй люркер. Хотел сравнять ситуацию, не вышло. Есть инфаж, что на улице никого, скорее всего, перетянулись. Ну вообще, вниз пройти будет сейчас идеально. Кидаешь смоки короткие. Ну вот сейчас Вальда еще двоих должен на самом деле поймать элементарно. Одного ладно, достаточно. Хантер еще у нас внизу, в соло он ничего не сделает. Попал смог Вальда, нету там дырки. Шел такой верт. И еще один люркер, да, включается. Я прикрою, спускайтесь. Я взял спину, пацки. Не, ну больше не меньше, все нормально. Ну очень важный раунд для себя взяли ОДЖИ. Да, еще один сейчас получит, скорее всего, да? И ОДЖИ планирует набрать хорошее количество раунда за атаку. Я думаю, что 8. Получается, если ОДЖИ это баджет фейс, значит тот, кто будет выделяться в ОДЖИ... Попадет в фейс? Попадет в фейс, возможно. Да, кстати, несколько. То есть есть смысл играть на сату? Поэтому все люркеры раскусили план. Подожди, теперь очень жестко. С первого же турнира, пацаны, сходу по плану катают, да? Баджет фейс. Надо было только в Джинджи еще идти для этого, чтобы сидеть на ЗПшке. 35. Так, в G2 все пистолеты, но мы знаем, как в G2 стреляют с пистолетов, особенно когда на них выходишь с гранатами в руках. Вот Джекс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это вообще что было? Остальные аж не захотели в рейс. Какая-то рвань. Незаконная. Кандер минус в рейс. Какие-то вообще просто космические. Как же растягивали. Боже, ничего не летит, все убегают. Наконец-то пошли киллы. Такое ощущение, что стреляют с закрытыми глазами. Или я стреляю. Да, ну сравняли хотя бы ситуацию на карте. Три в три. Казалось бы. Сначала было прям космическое. Да, но какая-то паника вообще. Тотальная. Кенни с девайсом пошел загонять людей, они перепуганы. Кенни со спины уже, да. Так, ну что, вышли. Смотрим. На, беги. Джекса еще раз в голову. Как жестко. Кенни все-таки били. Так, Джекса все еще жив. Что самое главное. У нее все еще пистолет, уже два есть. Дождется. Байт в ухо такой короче получился. Ну почти, Джекс тут зажал. Ну и последнего сейчас тоже найдут. Нексов что-то как-то. Так, что пытается еще. Вы изнашли. Слушай, хороший раунд такой, боевой. А, не уже не повезло с таймингами. Крэйзи шотов с диклика. Если бы Нексов, конечно, просто пострелял бы этот смог, где бомба ставилась, мне кажется, шансы было бы больше выиграть. На, позже. Но они решили разыграть. Ой, что это вообще второй? Вторая дичка вообще залетела. Вторая халявка. Вот это очень красота. Первая халявка, да? Второй красивее, но это же вообще забей, что это? Да, ты как Савика. Так, кое-как, что раз на сто залетает, если не реже. Так, G2, закупились. И попытается взять сейчас шестой раунд для себя. Ну пока довольно веселый старт. Да нет, сейчас уже неплохо смотрят. Так, Вальде. Отлично. Что это за дефенс такой? Можно? Нормальный дефенс. Просто никто дверь не смотрит вообще. Вот Вальде лёркер. Очень плохие истории с экономикой G2 происходят в этом матче. То есть они вели тут 4-1, все было окей. Все ключевые, да, проигрывают. Проиграли два ключевых раунда. Ну, точнее, проиграли два ганраунда. После этого очень ключевой раунд, когда оставался один живой всего у G2. И в итоге экономика на всю сторону, на самом деле, заруинена. У Кени нету авика, гранат, чтобы стопить все эти аркады, нету. Плюс G2, ой, плюс у Джим. Неплохо, на самом деле, высиживают и выходят не на первых таймингах. Они поняли, видимо, что совсем бегать не стоит, когда у G2 гранаты есть. Да, но они еще и не работают все так же через улицу. Хотя, ну, начали уже как минимум. Нет, ну, там стоит как бейса, они потом кладут в середине раунда эти смоки и начинают растягивать по карте чуваков Авальда. Ну, мы видим, по крайней мере, я уже видел дважды, что Авальда пытается дуэли с НРМП с Джейксом. На самом деле, это нормальный план, потому что сейчас есть СГшка, и там довольно легко выиграть эту дуэль один в один. И это минус пол карты. Да, соответственно, тебе либо Хлпу надо звать, и тем самым улица намного легче и уязвимой становится. Либо ты просто умираешь и вообще отдаешь 2 пол карты. Ну, либо отдаешь вообще рампу. В этом раунде, кстати, ОДЖИ начинают быстрее играть в улицу. Возможно, туда же откатка. Нет, это просто проходит вниз они. Вот на Кеннис ничего не может сделать в этом раунде. Сейчас Хантер дает какой-то хайлайт. Ты думаешь? Какой хороший угол выбрал Хантер. Да, убивает одного, но на это все заканчивается. Но зато тиммейты уже здесь и уже как бы готовы принимать дальше. Времени еще очень много у ОДЖИ. Тут еще один оффэнгл от Кенни. Сначала Хантер. Обалденные углы занимают они, да? Да, углы очень. Сразу же видно индивидуальный класс игроков в этом плане. И ОМАННЫК точно так же с таким же углом вообще без шансовым забирает девайс в аквариуме. Говорит, что инфа чисто. Парни заходят тем временем на А. Но они как-то немножко даже в окружении, что ли, находятся. О них есть информация, да. Ставится возводить на бомбу, что делать не нужно в данной ситуации. Не, он такой может легко тащиться сейчас за атаку. Ну, хорошо. Есть хороший килл от Алексия. Очень хорошая флешка. Ну, под ней не сыграли. Флешка такая получилась. А флешка не попала, но ничего страшного. Вместе пикнули. Но как-то не вместе это получилось. А Кенни нашел авик, да, где-то? Угу. Ну, теперь становится на самом деле интереснее. Последняя вот эта концовка матча, последние три раунда. Есть деньги у ООДЖИ и очень много денег. У ООДЖИ при одной... На все раунды не хватит. На все раунды хватит при одной хотя бы поставленной бомбе. То есть у них на два ганраунда, по сути. Сейчас команды, по сути, могут побороться за 9-6. Взятый пистик 12-6 счет. Да, за 9-6. Вот сейчас начинается борьба как бы за победу в этой стороне. Большнейший раунд проиграли на самом деле эко. Практически эко, да? Ну, там два ганра за северных. Да, форс с двумя ганами. Вниз пошли, одного потеряли. Ну, слушай, из шести в игре на раундах таких было штуки три, наверное. Да, но теперь у G2 просто появляются пять молотовых, смоки и все остальное. Плюс появляется на день ставик у Кенни. И они пушат лобби. Быстренько разменивают. Как-то непонятно. Непонятно вообще для меня. Ой, прекрасно. Выкрывает и Аманеку убивает. G2 как-то раунд очень быстро сыграли OG. И спокойно ставит сплент. Ну, даже если G2 сейчас возьмут этот раунд. Наверное, засейвить надо, не? Тут есть гранаты, есть шансики. Начал гореть у нас в итоге манту. Они его не слышали? Нет, не слышали. А 22 хп у него осталось? Что выходит вдвоем, смотрим и тут сверху. Как красиво-то прикрывают друг друга. В итоге ситуация 2-1. Они не знают, что это не так уже не знают. Знает, где прекрасно знает, где полетели. И бомбаня на него стоит на самом деле. Знает, где они что может доходить. Как это было реально красиво. 2 в 4 просто нереальное нагревание. Знаете, кто это сделал? Jax. Jax, да? Шикарно. Это такой клатч. Это прям бомба. Там 6 хп у Kenny составлено? 2? Это прям вот раунд. Последних 10 секунд этого раунда хочется пересматривать. Но пока что это раунд турнира. Это очень было красиво. До этого был хайлайт. Как они вдвоем там вышли? Да, до этого был хайлайт спрей от... От MiBrow против G2. От MiBrow Майерна, да. Теперь вот это. Жесть, как же круто сыграли G2. Это уровень. И даже здесь реально игроков G2 не за что особо это... Ну, игроков UG тут не за что даже, я не знаю, сказать, что ой боже, как такое можно залить. Да нет, все классно делали. Великолепный старт раунда. Все нормально. Ну, блин, просто. Обязательно мы покажем повторы этого вот в паузе между половинами через один раунд. Не переживайте. Ох, хорошо, Кенни находит голову. Да, если на улице никого, сейчас быстро перегруппировочка, понимаешь, рампа отдана. Могли уже туда выйти. Как быстро G2 смогут перетянуться? Ищут они кого-то в длинном. А почему отдали рампу? Что случилось? Джек, кстати, принимает, ставит Алексей. Все-таки плент. И Хантера потеряли на самом деле 3-3 сейчас, ребята. Это OG хорошая ситуация очень. Да, да, неплохая ситуация для OG. Добитый Джекс, к тому же. Есть еще много гранату Кенни. Ну и вот смотрим, как будет держать точку OG. Второе подряд выбивание G2. И начинается неуспешно, потому что Алексей перестреливает одного. Да, Джек второго. Ну и Кенни должен уходить. Сейчас пару едет фрагов. Хорошо, Кенни. И бежать подальше. Смотреть. И уже как бы не особо хочется искать этот авик. 7-7. Да, будет решающий восьмой раунд. Мало денег у G2 должен был остаться. Ну, засейвили авик. И по 2-700, 3-700. Ну, такое. Или не дает, не вижу. Да нет, должен Кенни какой-то дроп дать. Что-то дал кому-то. Дробаж Хантеру, по всей видимости. Ну, хоть что-то. С этим дробашом длинным это вообще нормальная кома. Берешь дробаш и диггл. Другой дробаш. Да не важно какой дробаш. Берешь дробаш и диггл. И у тебя как бы и вблизи есть и зенитка. Таким дробашом все ничего не делали. Великолепно. У тебя ручной АВП в кармане. Так, ну что. Последний раунд первой половины. Вообще вот из 14 раундов вот G2 на слабой экономике, наверное, 11 из них или 12. Постоянно им не хватает чего-то. Но 7 раундов за защиту. Ну, в принципе, нормально. И туда, и туда нормально. Вторая половина будет интересная. Если, правда, G2 сейчас возьмут вот этот и потом возьмут пистолеты, то для OG новости будут, конечно, очень неприятные. Ну, у G2 там два варрика. Они как бы либо сноуболят за атаку. Вот-вот-вот. А сновы можно стрелять далеко. То есть это тоже такой немаловажный жесткий момент, что снова реально можно пуляться. Мне казалось, что они захотели зайти в мейн, но передумали в один момент. Увидели этот дробаш. Теперь поползли. Страшно. А тут вот такая вот... А тут сейчас будет сладко. С кольтом с глушителем еще. Это будет такой сбор. Это будет очень хорошо. Видит. Раз. Второго не убил. Ай-яй-яй. Очень хорошо нашил. Осталось 20 хп. И вот Энбики убивает Некса. Но ты знаешь, не самый великолепный момент. Намного лучше Мохамонек сыграть. Перевернули просто. Не, Аманек должен был просто убивать второго. Это в итоге все и порешал. Да, ну и сочетает головы соперника. Окей. Хорошо. Не выиграл. 8-7 мы уже суши. А хорошая первая половина от Ужи. Минус статы. А это считается просто что-то. Обидно. Минус статы. КДА себя испортил. Да что ж такое-то, а? Было бы намного лучше. Было бы 13-9. А так 13-10. Вот у нас хайлайты первой половины. Обязательно там мы увидим тот самый легендарный раунд. Много было классных раундов. Вот этот. Но не очень хорошо отыграли G2. В сторону, на самом деле, очень плохо даже для себя. Да, как-то непривычно. То есть за атаку тут, ну, очень по-разному складывались матчи обычно у G2. Я говорю, они могут как бы за сноуболить, если все пойдет хорошо. Но если нет, то реально могут быть проблемы. То есть опять же я вижу, как Ужи... Что по коэффициентам, интересно, играет карта? А сейчас нам покажут перед стартом второй половины. Ты знаешь, я думаю, что Ужи фаворит по коэффициентам. Ну, вот ты знаешь, фаворит Ужи? Ну, на некоторых сайтах, да. Но это было бы странно, если бы сейчас... Ну, давайте сейчас нам покажут коэффициенты состояния на данный момент. Ну, я бы все равно давал бы сейчас G2 фаворитам, ну, там, в районе 1,8 на 1,9. Ну, G2 за атаку просто. Ну, да, G2 за атаку. G2 за атаку и у Ужи действительно хорошо играли. То есть это... Очень интересные расклады. У нас сегодня карты... Просто свои карты команды не берут. Что-то из принципа. Не, ну, G2 же свою карту выиграли. Карта G2 была, по идее, фиг G2. А, да-да-да. Да, сори. То есть все честно, по идее. Да. А вчера против Мауза... 1,6. Ужи 2,25. G2 и Спортс. Вау. Да, против Мауза вчера Ужи забрали. Пик мышек. Да. Ужи вчера забрали пик мышек? Да, Вертига. Ужи? Да, Вертига. Я что-то пропустил. Да, Мираж проиграли. А Мираж был пик Маузов. Не, Мираж был как раз-таки пик Ужи. Они его проиграли. А потом на пике Маузов выиграли у них Вертига. Да, все правильно. Маузы начинали с ЗКТ. Итак. Карни, Мауз выиграли 2-0. Там был Мираж и Д2-0. Какой Мауз-2-0? Мауз... А, Мауз-ВП проиграли, да. Ты чего? В ВП Мауз проиграли. Залагали мы с тобой. Да, да, да. Я сижу, и у меня краш-клиент, понимаете? Я думаю, подожди, какой вертик? У тебя ЦПУ. Ну, по-моему... Да, сорян. Сот у нас случается иногда. Лучше, Серег. Не дал вести. В Оману. Да, да. Это важно. Дениска пока после отдохнет, не понимает такие штуки. Как и приблизительно еще 70% наших зрителей, но ничего страшного. Пусть думают, что в Оману эта сторона такая. Оман. Погнали! Вторая половина. Пестики, ваше любимое слово. И смотрим мы пистолетный раунд. G2 в атаке. OG, которые ведут 8-7 в защите. Карта, которую G2 проигрывать не хотят. А OG выигрывать прям очень нужно, пока одна выигранная карта у них. Да, еще впереди серия против Фурии, против Мибров, но все равно хочется брать здесь. Выигрывать очень надо. Да. Похожий раунд. Это классика. Ой-ой-ой. Различие всегда вот B. Мама дорогая. Как же они посчитали их по головам? Ну, это только Hunter, который тоже ложится. Быстрый раунд. Вот так вот у G2 начинаются проблемки. Да. Ну, вот этого я не ожидал аж никак. Если честно, но да ладно. Никто не ожидал. Никто не ожидал. Но жизнь такая. Понимаю. Понимаю. Нужно брать второй раунд. Кстати, интересно, вчера вот эти два клуба были основными претендентами. Вчера в Лос-Анджелесе вечером состоялось награждение The Game Awards, такой себе игровой Оскар, где вручают награды за лучшую игру, лучший сценарий, лучшую музыку. Там собирается действительно вся игровая индустрия. И в номинации лучшая киберспортивная команда номинировалась G2 из UG. И те, и те номинировались. И были на церемонии No Tail вместе с Sox. Влада была на церемонии из UG тоже. Были и Asselot из G2. И, собственно, они конкурировали. И конкурировали они вместе с Liquid. И еще из Overwatch'а San Francisco Shock еще какая-то команда. Ну, в общем, пять номинантов было. И G2 выиграли это звание. И G2 стали киберспортивной командой года. Киберспортивным клубом года. Ну, в первую очередь за достижение, конечно, своей команды в League of Legends. Но в KS тоже было неплохо. Ну, UG проиграли вчера, скажем так, UG2. Ну, просто я даже не знаю, за счет каких результатов, когда UG команда, которая выигрывает Win 2 года подряд, может не выиграть эту номинацию. Не знаю. Поэтому это же не более... Получается, это не особо именно за результаты. Ну, это... Ну, короче, понимаешь, эти все... В случае турнира, чем у Инта, нету, а его выигрывает команда 2 года подряд. Эти все Оскары, это все такая... Ну, то, что вы понимали, на звание лучшего киберспортсмена года были номинированы Perks. Это игрок в League of Legends. Fnatic Faker. Еще один легендарный игрок в League of Legends. Кореец Синатра, один из топовых овервотчеров. Симпл и Буга, 15-летний фортнайтер, который участвовал на одном турнире, его выиграл. И ему дали, собственно, лучшего игрока года. Он играл на одном турнире, на одном. В Fortnite. В Fortnite. Зато какой турник, сколько лавы. Да, 3 ляма выиграл человек, но... Как Инт. Да, поэтому я не особо к этому отношусь с каким-то там интересом. Хайпанул парень. Хайпанул, да. Родители его думали. Хорошо хайпанул, сынок. Да, ну, Шрауд выиграл у лучшего создателя контента. Да, да, да. И вручал приз ниндзи. Вот это патрулили нормально. Интересненько. Да, было довольно неплохо. Ну, и чемпионат мира по лову стал лучшим ивентом в году. Как неожиданно. Внезапно. По лову все выкупил, по-моему. Не, ну, классный был чемпионат мира в этом году. Бесспорно. То есть они там... Знаешь, если там условный мейджор, да, в Берлине идет там 3 недели в Берлине, да, если интернешнл идет там 7 дней в Шанхае, то чемпионат мира по лову, там же групповой этап играется в Берлине, четвертьфиналы, полуфиналы в Мадриде, гранд-финал в Париже. То есть они... Круто. Да, они растягивают это. Вся Европа может смотреть, и это действительно классно. Что они везде сцены строят? Да. Да. И, соответственно, очень много людей может посмотреть. Они всегда так делают. Абсолютно всегда. Ты знаешь, я один раз в жизни на Ютубе случайно увидел открытие чемпионата мира по лову. Которое в Китае с драконом? Два, да, кстати. С драконом уже точно делал еще одну. И у меня просто челюсть отпала, как бы. И до сих пор я не могу ее вернуть обратно. Ну, кстати, G2 включились в игру тут. Да, то есть в сравнении со всеми церемониями, которые мы увидим на турнирах по CSGO, да, ну, либо по доте, это прям небо из... Прям, прям... Вот люркер, который дает 4 килла. Какой-то неправильный люркер. Подожди. Мы на этом турнире привыкли, что люркер это чел, который где-то полраунда ползает, ну, понятно где, получается в жбан. Это пример правильного люркера. Правильного люркера, да. Команда еще не успела ничего сделать на карте, он уже четверых убрал. Не, там все четко. Команда как раз вышла на рампы, разменялась один в один. И чел со скалы как бы убил одного и распетлял всю команду, все перетяжки, убил всех. Красиво. Это красиво. Но мы имеем, что у OG нет денег. Костюм Хайзенберга. Сделал денег. Ну, думают сейчас у OG что делать, форсить это ошибка на самом деле в этой ситуации. Да, потому что можно себя загнать в счет 10-11. Во-первых, можно загнать себя в плохой счет, во-вторых, в плохую экономику, в-третьих, ты не можешь ресетнуть оппонента сейчас, потому что лос-бонус у G2 останется, потому что в прошлом раунде выжило 4 человека, ну, и т.д. и т.п. То есть здесь легенький бай, нужно делать легенький форс. ИС, я так понимаю, делает эко на авик. Да, и обсуждался, я думаю, следующий раунд, потому что здесь 4 у SPA. Да, однозначно обсуждали следующий раунд. У нас OG. Проходит быстро. Ну, G2 вообще не парится на своих форсах, они на трейн делали то же самое. Просто побежали. Тупо выбегали с медла, но тут сейчас... Тут будет с прайкодом. О, ну как-то разменяли его еще, на самом деле. Тут сейчас запулится еще. Второго убили, разменяли. Теперь можно такой. Я говорю, G2 красиво катают на форсах, они вот именно эта команда, которая... Вижу цель. Вижу цель, не вижу препятствия. И встали. Хм, хрено. Ну, теперь страшно. Теперь непонятно. Обожаю такой рваный ритм, он всегда работает, потому что к тебе в итоге приходит. Как это сделать только что. Ну, к Аманеку вообще пришло 4 человека в прошлых ролях. Люди умудрились вдвоем, вентили попрыгать друг на друге, еще убить двоих. Так, ну что, 10-9. Смотрим, у OG на этот раз есть чем отбиваться. Манту Авика у нас имеется, Кенниса Авика нет. Ему он не нужен на этой карте, они же бегут. Зачем им Авика? Они же вижу цель, не вижу препятствия. G2 показывали вчера всего одну линию, старую, очень неинтересную, мне совсем не нравится. Ну, возможно, она мне не нравится, потому что, когда мы играли, мы вот такую линию конкретно контрили вообще без шансов. Но, G2, очень быстро оказывается в G2. Ханта очень летит, прям хантит. А как OG? OG вообще настолько пассивно не получится, даже на занимании с Майейна. А E будет хорошее. Нет. Перелет. Так, идут все-таки в длины. Тут Вальда, на самом деле. О, сейчас кишка будет поймана. Красиво. Парни, гоу наверх, гоу наверх. Знаю, где Вальда, да, при файл забирают. Красота. Сниманием вообще того, что происходит на карте, да, и все передвижения очень жестко поймали. Тут просто хэдшот умеет. Что можно сейвить? Можешь сейвить? Хантер еще и... Хантер продолжает хантить, братан. И он слышал, что он как бы отошел, но дальше не слышит. И вот тут не прочекал рампу. Знают, где NBK, к нему же идет, на самом деле, манту. Сейчас видели NBK, а Хантер пойдет из-за этого на рампу и, возможно, еще поймает манту. Вот теперь Хантер с радио... Беги, друг. Или Хантер не на радио. Ну все, тут есть... Нет, ну в респе, да, тут без шансов это не выбивается. Сюда даже Хантер не пойдет. Ну сюда Хантер может и пойдет, но смысла нет. Сюда идти, когда знаешь, что там есть тавик. Невозможно его убить. Ну хотя G2 вчера тоже играли с мебор, оставаясь 5 в 2 умудрялись запулить 3 ганов. Никуда вообще. Ну это частая практика на этом турнире мы наблюдаем. И запулить гана это в лучшем случае. Самое простое, что можно сделать. Окей. Три подряд уже отдали. Нужно бы подсобираться. Мы видим, что G2 уже 1.54. Рановато такой перегиб, мне кажется. Хотя, на самом деле, 6 раундов за атаку осталось взять. Ничего нереального в этом нет. Ничего нереального нет. Есть 2 гана. Учитывая стиль игры G2, каждый раунд опасен, даже с успами. Правда. Ой, как неприятно. 2 хе. Просто бежим и что-то против. Читаем, читаем. 2 хе, да, очень читаем. В лицо NBK прилетело, еще чудом остался жив. Ну если уже хочется посмотреть, есть там кто или нет. Не, мне больше всего нравится. Вот это вот инфа, и на стримах тоже что-то слышишь. Такой чел убивает с авика кого-то. Точнее, умер кто-то от авика. Авик Зелень. И второй потом такой степом. Подтверждаю. Второй упал. Подтверждаю. Точно там. Точно авик Зелень. Не наврал. Ой, как красиво. Не, ну как бы ты понимаешь, что верить человеку на слово, это так себе. Нужно хотя бы с двух источников получить новость. Вот эта стенка, стенка Virtus.pro, очень старая. В три дыма? В три дыма с ангаром. Вместе. Очень старая стенка. Не считаю ее вообще эффективной. Сейчас новая мета появилась с этих три смачка вот так вот в дорожку под мейном класть. Под мейном это не новая мета. Это сделали только Na'Vi. До этого это делали только MoSports. Никто не играл с этой стенкой, потому что она, ну, своеобразно. А он бикет находит свой фраг. Три в три. Разменял Кенни. А новая мета... А ты повернуться не хочешь? Новая мета это смоки Астралис, которые ближе к мейну. Вот эти смоки. То есть тоже в два смока, ближе к мейну, без смока в ангар. И под них можно как бы и в длинный тоже проходить, там иногда под дальний, там пол-авановый и так далее. Но, ну, мне понравилось то, что Na'Vi это сделали. Лично я... О, как ты могу. Какое кулево красивое происходит. Он что, не понимает, что он упал? Фир понимает. Под этот смачок можно красиво сесть. В смоку просто и все, и ждать. Тем не менее, дают-то шанс G2 своим оппонентам реально в этом раунде. Один в один против Авика. Нетрудно Авику взять этот раунд, то есть там не СГ. Вот так, да, примерно это бывает частенько. Ну и молодцы G2, которые запулили этот раунд. Что я еще могу сказать? 10-10 и такой важный раунд, да. Опять же, что сделал Nexa? Окей, Авик за Кишко, один в один, бомба на тебя, у него ВВП. Зачем падать вниз? Кто мне это может объяснить? Второй? Вот сейчас, да. А у него не было вариков. Он вышел далеко с девятки. Он если бы стоял дальше, его помер. Да, он вышел далеко с девятки и типа он уже не успевал уйти назад на девятки. И вообще пришлось, что он выжил после первого выстрела. Да, это была халява еще. Ну, короче, красиво отыграли раунд G2. То есть он так отыграли, что не оставлю себе шансов. Вот для чего челик с плента хотел в будку перейти. Когда его тип в девятке был. Забыли про тот раунд. Начинается новый, деньги еще есть. И раша. На следующий уже. Хотя он слишь тоже будет, если будет. Раша кинес делает. Мама дорогая, вот это раш. Что вообще происходит? Раша называется это. Просто самое-самое логичное окончание этого раунда, который можно было только придумать. Ну, повезло немножко OG, что он BK там выжил после первого чела. Ну, Кенис должен был убивать его. Кенис судьбал вообще. Кенис должен был его забирать, и там шансов бы не оставалось. В итоге он выжил, убил еще двоих. Выжил. Да, двоих выжил. И все плохо для G2. Ну, не то чтобы плохо, денежка сейчас есть, да? Есть на что-то. Но следующий раунд, а то тоже будет, правильно? А по деньгам у нас как бы OG тоже проблемки. Если они сейчас проиграют, то там... Там опять раша, я так понимаю, повтор. О, не, ну это ж знаменитая стратегия. Ну, когда сейчас снайпер в кишку так ныряет, это уже как бы сильно. Это просто знаменитая стратегия. Сильно это то, что Кени нырнул в кишку с бомбой первым. Да, то есть я же говорю, это то, что ты наблюдаешь иногда. И я уверен, что у них вот это прошло, и они в следующем раунде сделают то же самое. А что нет? Да просто неуважение. Если дают возможность забежать, прыгнуть. В следующем раунде вряд ли сделают то же самое. Такое часто не делается. Так как выживают три, они, значит, закупятся в следующем, если все выживут. Дрохнут какие-то. Ой, там Nexa где-то погиб, а, собственно, его на улице. Вот это то, чего сейчас нельзя делать G2. Нельзя искать, умирать нельзя, экономики нету. Нужно заботиться, в первую очередь, о своей экономике. Но с другой стороны, там тоже экономика не очень. Ну, просто их выбить сложно, и тебе важнее самим выжить. Что в следующем раунде закупиться? Да. То есть ты понимаешь, это какая тема? А сейчас G2, если отдают сейчас раунд, у них все еще макс лосс бонус. То есть у них все еще будут деньги, если вот эти четыре человека как бы выжили. Вообще, и очень важный сам момент матча. То есть трудный счет, как мы говорили на прошлом саммите, счет скользкий. Счет скользкий. Счет реально скользкий. Это который 14-6, да. Не, 11-4. 11-4, да-да-да. Счет скользкий. Очень скользкий счет. Ну, медленно решили играть G2. Хороший байон с OG. Подгорел или взорвался. Хоть и на все бабки. Ого, прошили у нас Хантера. Что произошло? Как он? Не, упал, упал. А, упал со скалы. Такое тоже бывает. Так, в итоге у нас AlexiB играет в мейне. А Кенни Люркер на крыше, как он такое? Кенни Люркер на крыше. Я пытаюсь понять, ну, как бы, роли. Понял уже, что НБК опор не КА. Это однозначно. Очень сильно Вальде под Донуэй надамажил Хантера у нас. До Красна. Готовится раскидка А. НБК в идеальной позиции. И очень вряд ли они его законтролили. Думаю, что это минимум 2 кила. Если до раскидки, они его не проверят. Смока на рампе нету. То есть боятся джету, что там может быть авик. Но проверили НБК. В итоге... Ну, тебе 2 кила. Он сам себя проверил. Ну, тут авик еще, который точно забирает одного. Ну, и Джекс, который сам играет на рампе, отыграл на самом деле отвратительно. Но там есть внизу 2 человека, если не 3. 3 уже человека внизу. Очень быстро. Вот этот смог очень плохой. Его вообще никогда нельзя давать. Запомните это. Потому что это дает Вальде вот такую вот возможность играть вот так. Они его здесь в итоге вообще не ждут. Разменяли чудом. 2 в 2. Слышат у нас все это Монту. Знают про двоих. Возможно, и не знают, кстати, про Ису. Не, слышал. Он топал в кишке. Он плюхнулся и побежал. Ой, клик какой почти интересный. Ну, Ис делает хороший минус. Ну, тут Аманек много от него, что зависит. Ай! Один в 2. Как неприятно, да. Ну, и Монту опять в упор. В итоге... Засовывай тавик. Жестко, на самом деле, Монту попал в первого чела. Во второго это уже дело техники. Мы уже это видели сегодня. Но во второго... Он все рекомендует как хороший снайпер. Да. Пока неплохо. Ну, вот они, деньги G2. Проблемки. Мани, мани. У G все еще тоже проблемы с экономикой, на самом-то деле. Тут как бы борьба не на жизнь, а на смерть. Терры за счет поставленных бомб еще могут закупаться как-то. А если контры такой раунд упускают, то все. Ну, паритет, по крайней мере. Тут прям решили выжить улицу. Прям жесткая раскидочка улицы, да, от G2. Но не проходит пока что быстро. То есть просто больше имитация, да, для того, чтобы выманить какого-то игрока, например, Вальда, того же. Вот ответ к этой... А, это другая стенка. Это проход у нас под... Ой, там на улице... А, нет, не на улице. Убили Алексея Вальда. И Иса тоже погибает и рассыпается сейчас OG. Хотя... НБК. НБК. Успевает НБК. Отлично. НБК дает два минуса. Очень важно. Сейчас третьего, может, увидите, но нет, убивает его, к сожалению. Знаю такую последнюю. Да. Ну и один в два остается. Мандру. И с лестницы надо сейчас. И такая же ситуация. И такая же, да, абсолютно. Абсолютно такая же ситуация. Сейчас он может убить первого. Не ждет так близко его Некса вообще никак. Ждет. Нет, отлично. Мандруй второго! Я ей уже набьемся! Хорошо, Манек сыграл. Показал, да, остальные. Ну и вот деньги OG. Должны были так сыграть тот клатч. Ну, денег OG нет. Тринадцатый раунд надо отдавать. И 1.63. Нали, форсят. Они форсят. Ну они правильно делают, потому что нельзя здесь сделать эко. Все равно байя не будет в следующем раунде хорошего. То есть цепляться лучше сейчас. Да. Ну, проиграв этот раунд, как бы, ты уже закапываешь себя на четырнадцатрнадцать и плохой экономикой. при 14-13 экономика будет нормально потому что уже будет плюс бонус 3 ой, алява залетает не получилось но в принципе идея была неплохая ну просто не было халпы с будки, как-то непонятно двое жмут радио ну слушайте, вообще в целом уже неплохо выглядят на нюке да, согласен, реально хорошо то есть на мираже мы видели их дважды, правильно? на мираже они смотрятся просто ужас а здесь прям хорошо очень интересная катка получается в итоге ну пока что для меня самая интересная игра на турнире была Mibor G2 на Vertigo как ни удивительно, при том, что я ненавижу эту карту ну слушай, следующая серия будет великолепна следующих две серии будет великолепных у нас на трансляции поздний час, это жаль, но завтра суббота поэтому можно сегодня смотреть до утра кс что дальше мы смотрим G2 Maus а потом Maus Mibor поймали очень важно в нуле игрока G2 забрали еще один ган, что немаловажно и теперь на самом деле у G2 есть шанс взять этот раунд очень многое зависит от вальды, конечно ну то есть тайминг, с которым он поймает или не поймает оппонентов да может быть удачный для него хороший и неплохо, да, все было Манек, но да, ИСа остался один что на следующий раунд с деньгами? да то же самое, что на этот будет, правильно? да, чуть больше ИСа попытается подсейвить хоть один девайс на самом деле игра складывается так, как будто будут допы ну, похоже на то, кстати ну, да, вполне вероятно и сейчас кэфчик на допы нормальный сейчас есть такая ставка уже закрыта при 13-13 я думаю, что такое можно ставить только перед матчем ну, при 13-13, да, это слишком как-то будет легкое ну, не то чтобы легкое, вряд ли кто-то будет открывать ну, на любителя да, 13-й раунд забирают G2 и у них с экономикой кстати, не то чтобы тоже все в порядке то есть, например, если они проигрывают следующий раунд то у них беда такая же, как и у OG ну, с точки зрения экономики, конечно великолепнейшая игра вот вам нравится экономика в кейсе? сейчас тут перед игрой подошел ко мне Серега Старикс и говорит что валуэнчи с экономикой не делают? почините экономика экономика и дерьмо я думаю, блин про какую игру вообще? это хорошо для юзеров для обычных юзеров при этом команды у команды другая история команды должны уметь адаптироваться к тому, что есть в этом-то и суть киберспорт в этом суть киберспорта команда должна уметь адаптироваться к мете в данный момент она такая точка все да ну, мне всегда не нравилось, когда люди ныли что типа, о, боже, что-то изменили это надо время ну, типа, суть же в том так, давайте посмотрим браунд, хантер быстрый минус Иса с ганном здесь у нас на А Джекс убивает Ису но Ису четко вырубил Джекс да, опять же очень важный фраг короче, Джекс вообще в этом матче делает такой ветер, реально не, Джекс очень хорош это вроде один килл, на самом деле но он показывает не, вот эти, за первую половину вот эти его киллы с пестолета Аманек провожает аманек провожает веселится он даже, он даже не ищет второго он просто веселится ну, а че провожал МБК ну, а может надо спрятаться, нет? он вообще не ваук, зачем ему прятаться? ваук, азг ну, я понимаю, да нету рук ну, хорошо, выжили четыром есть экономика, которая позволит, скорее всего, до конца стороны доиграть да, экономики им на два раунда хватит точно то есть могут что-нибудь сказать про OG да, что-нибудь сказать про OG OG нужно брать только три нужно брать этот, потому что не взяв этот это будет гагашка да, не взяв этот ну, хотя ну, вот тут интересно, почему не OG, не G2, не берут тайм-аут люди-то понимают, что раунд за матч по-хорошему ну, потому что на саммите тайм-аут берется в двух случаях если нужно сходить в холодильник или батьбайсик просто во время игры да, ой-й-й-й-й ну, почти почти, я не удивил ну, и тут хороший прием непонятно, кстати, как промазал Кенни там Кенни тот снайпер, который эти фраги делает 10 из-за ну, не посчитал забросила как-то прицелом, что ли пытается Аманек с улицы как-то немножко популять ну, я так понимаю как вообще этот фраг прожил ОК ну, это карма просто танк с СГ-шкой бежит а что? лада ханта разменит Алексия и МБК убивает его остается у нас один Аманек ну, и понимаем, как троих ездит, да? что ж ты делаешь? как они жестко пробуют начинается вот это, пятница 13 включились французские скейты в матч стри, стри, стри ну, как же он его сейчас надурит? ну, нет, конечно, но он пытается сейчас поднять, поднять, поднять где пакет? забрал? забрал, все, бежать бежать, 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 хорош не тот пытается развести топ потом числа снизу думает, что есть там но там никого нет и данный мув никто не слышит не, ну, такое не берется и потом включил зум вот так ССГ-шкой берется? времени мало слишком много потеряет убьет одного будет идеально не, ну, одного убить это еще надо его найти для начала они вдвоем на А в итоге не угадал да не угадал, правильно делают OG что не рассредоточились по плантам потому что в этом нету никакого смысла они, я уверен, не знали сколько хпв Монека 14-14 у нас на этой карте ну и смотрим на экономику команды G2 есть на этот, нет на следующий OG есть на этот и нет на следующий ну, прекрасно идеальный баланс правда, если G2 поставят плант убьют там двоих то, наверное, будет на что-то идеальный баланс и нет таймаута то самое клевое а зачем? на кураже опа есть быстрый минус и уже вчетвером, собственно атака надо лететь на крыльях на крыльях на крыльях любви врываются ребята решили же то, что тянуть нет смысла полторы тысячи в принципе это небольшие деньги как бы но в этот смачок все равно лезть не хотят даже в этот смачок все знают, что это похороны похороны вообще без шансов то есть нужно пережидать тут вообще поедем в любом случае будут похороны там еще и обновили смок там еще по-моему молик есть, да? или нет? нет, только флешки ну, есть флешка, которая прилетит по таймингу попозже а не, не прилетит там айк ну, я не понимаю за счет чего G2 могут взять этот раунд за счет хэдшота 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 скейт, который пролетит даст первому авик промажет хорошая позиция валя там еще ванвай молик а там люркер в мейне ловит с ножом в руках ой, какой важный фраг в дверь он делает а бомба ну, упала бомба внизу пантер просто мог перевернуть раунджес ах, мог проскочить непонятно и нет ловешки у G2 и скорее всего 16-14 мы видим да, собрались уже на последний раунд не, 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 ребят щас будут допы щас всё жестко будет щас будут допы тебе набрали уже, да? да, да, щас полетит просто так только без спойлеров человек и молекулы щас А3 о, о, вот это время для тайм аута я считаю 15-14, денег нет, но вы там держитесь, короче это те самые знаменитые тайм ауты Блейден при 15-2? да слушайте, а если кто-то будет выигрывать 15-0 и возьмёт тайм аут? их так делали это же дикий бэдманнер вообще это играли на мажоре в полуфинале астралис против натиков так сделали а нет, это четвертьфинал был не 15-0 там было ну там типа в матчпоинте просто там в салате да нет, там в салате было там 16 ой, 15-3 15-5 это такой счёт не, дикий бэм за такое можно морду пойти разбить согласен ну, их карман оказал они в следующей игре отъехали всё правильно так, ну что возможно последний раунд этой карты всё к этому и идёт если только Кеннис своим калашом не натворит какой-то грязи или джинс давайте смотреть всё, побежали побежали ребятки по точкам всё, ну с раш рампы сука, рожби так манту отлично минус 2 делает одним выстрелом всё очень хорошо здесь от него и третьего убивает тут же с пистолета пытался принять четвёртого но всё-таки его убили на некст остаётся один и манту великолепно разбирается в этом раунде гениальный кол легко и просто без проблем OG вторая выигранная карта на этом турнире ну и на этот раз наверное уже улыбки должны быть на их лицах не так как после выигранной карты против Virtus.pro да, тут играли не плохо где на их лицах было какое-то такое облегчение фух с тенью нет, с тенью типа боже, как же плохо мы играли и слава боже, что мы выиграли здесь было сильно здесь было сильно и мало того если мы практически списывали их со счетов исходя из их выступлений первых три карты или сколько там четыре уже получается то ну разыгрываются раскликиваются ребята сейчас это хорошо сейчас можем говорить что они во-первых выиграли карту тоже классно для них и во-вторых показали что у них хороший нюк показали да что они лучше играют то есть у них уже как минимум не знаю может там тот же нюк играть что еще они выиграли я не знаю я же не смотрел ну нюк они выиграли они выиграли train против ВП трейн такая себе тема играть нет трейн трейн был ужасный ну то есть там ну блин с G2 там была такая же история примерно с G2 ну трейн мы же только а да 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 ну такое прям ну пока же мы видим что они хорошо играют только одну карту пока это нюк да ну так почему бы ее дальше не пикать ну кто-то будет чёркать ну посмотрим соперников у них еще хватает то есть на данный момент получается 2-4 у G2 да ой у OG 2-4 да а у G2 4-2 то есть вот там сейчас после хайлайта я хочу посмотреть все-таки тот раунд в хайлайтах у нас между карта между половинами не хватило времени чтобы посмотреть Дефуз Джекса или тейк 2 в 4 не 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 вот тот где 2 в 4 раунд ну я говорю это женой есть да там это просто прям под дефузом я говорю что ну ну я понял смоли когда горит ты дефузишь как бы смоком великолепно это было по моему при счете 6-6 сейчас уже увидим или что-то такое да да вот эти 2 вот эти еще 2 кило джекса прям бэм что страшные штуки да ну вот при 5-5 берут раунд у нас с OG а почему тот раунд не показали он слишком длинный был и Ну ладно Там вообще полный раунд просто надо было нарезать На самом деле, да, ладно Это не то чтобы хайлайты, просто это очень красивый был момент Ну хотя, самый что не есть хайлайты Самый красивый раунд турнира пока Мы его потом покажем Я думаю, где-то сейчас пойдем, найдем его И покажем Ну, в принципе, наверное, первая за сегодня Прямо такая боевая классная картина Несмотря на то, что у нас было две карты с допами уже Там был совершенно некрасивый КС Да, некрасивый был КС Да, КС был хороший Тут молодцы Так как у нас вы вот перед этими хайлайтами Сейчас увидите опять У нас, собственно, все не просто так У нас начало турнирной таблицы, где G2 Имеют 4-2 Маус Спортс имеет 3-1 И именно матч этих двух команд мы будем смотреть дальше VP33, OG24, 1-1 Мибр, 1-3 Фурия Мы увидим сегодня еще дважды Мибров Увидим их против Маус Увидим их против Фурии закрывать Сегодняшний день будет бразильское дерби Ну, вот, кепка на голове у Сереги Говорит о том, что сейчас будет очень лютая катушка Наверное Ну, они основные фавориты турнира G2-2, по сути, 12 очков По идее, они гарантировали себе место в плей-оффе 4 карты? Не, ну 4-6 можно сыграть еще Там пока еще ничего не понятно 4-6 Я по прошлому саммиту по такому же формату с четырьмя победами команды выходила То есть четыре победы хватало для четвертого места Но я же не думаю, что G2-4-6 сейчас закончит Ну, я тоже не думаю, что G2-4-6 Я просто говорю про то, что они могут играть более расслабленно Расслабленно Полтора косаря Точно Полтора косаря лишним и не бывает Даже если ты игрок G2 И это самое важное Два лидера между собой играют 3-1 у Маус 4-2 у команды G2 Именно они встретятся друг с другом через буквально 10 минут в следующей серии Это будет очень интересно Возможно, самая интересная серия группового этапа Поэтому далеко не уходите Мы очень скоро возвращаемся И продолжаем следить за сегодняшним вторым днем Пятого по счету CS саммита В Лос-Анджелесе Не уходите